с наступающим новым годом дамы и господа и с рождеством приветствую всех на сегодняшней встрече нашей прекрасной встречи sky world community сообщество которое объединяет людей вместе для создания устойчивого развития на нашей планете как для человечества так и для всей жизни которые у нас здесь есть и конечно же на нашей встрече сегодня речь пойдет именно о проекте который самый актуальный для достижения подобной цели это наш транспорт это наш физический эквивалент того как мы перемещаемся по нашему миру как вы связаны связаны между собой мы сейчас с вами связаны с помощью информации с помощью цифры можем находиться в разных участках нашей планеты но тем не менее общаться в одном поле но мы будем разговаривать о том как бы нам сделать так чтоб мы молниеносно абсолютно безопасно экологически чисто и еще очень экономически выгодно добираться в абсолютно любые точки нашей планеты с помощью инновационных экологических технологий именно подобные технологии совместно развивают более 500 тысяч человек из 220 стран и регионов мира на данный момент мы находимся на 14 из 15 этапов развития то есть самые завершающие этапы для того чтобы запустить такую потрясающую технологию прямо в наши города и страны и у каждого человека есть возможность с любой точки мира поучаствовать узнать больше о данном проекте стать его частью и ускорить это причем разными возможностями как с помощью своего слова так и с помощью своих ресурсов именно подобным способом до 14 этапа мы дошли за несколько лет и сейчас представляем абсолютно абсолютно инновационную простую но уникальную с наилучшими характеристиками транспортную отрасль которая поможет выйти человечеству на абсолютно новый уровень развития конечно же за один час у меня не получится передать вам абсолютно всех знаний поэтому пожалуйста обратите внимание на следующее видео которое вы сможете найти на ю тубе на канале и анатолий юницкий либо sky world community это интервью с анатолием эдуардовичем юницким об итогах 21 года и уже в ближайшую неделю мы получим новое видео в котором узнаем как же у нас идут дела именно в двадцать втором году потому что в двадцать втором году у нас так скажем отдельные прорывы были но это мы еще ждем конечно же о транспорте будущего чтобы понять куда развивается вообще этот физический эквивалент многие люди считают что на них не влияет знают они об этом или нет на самом деле сейчас каждый человек влияет на выбор того какую сторону меняется наш мир потому что нас миллиардов мы самая движущая сила на планете и поэтому в наших силах менять даже направление развития нашей цивилизации и наших экологических технологий конечно же посмотрите фильм анатолия эдуардовича о техногенной цивилизационной в развитии о том как мы с помощью нашего детища наших техногенные сферы технологий развиваемся и сейчас так скажем поддерживаем тот мир который мы создали в двадцать первом веке и как нам с ним быть дальше потому что именно экологические технологии позволят нам дальше гармонично развиваться с нашей инфраструктурой bio жизни потому что у нас есть одна и та же одно пространство от поверхности земли до стратосферы да скажем полоса жизненная в которой мы можем спокойно развиваться и вредоносные технологии абсолютно никак не могут быть потому что они двигают это состояние этой сферы где мы развиваемся в обратную сторону поэтому фильмы анатолия эдуардовича юницкого очень хорошо показывают куда мы движемся какие у нас есть возможности как это характеризуется измеряется и какие же решения люди как сообщество могут принять и он их конкретно предлагают это разработанные технологии за которые которые последуют в развитие после реализации наших первых проектов например как струнный транспорт второго уровня анатолия эдуардовича юницкого конечно же стоит посмотреть цивилизационную перезагрузку по версии юницкого и узнать о большом спектре его технологии ведь дамы и господа весь спектр технологий анатолий эдуардовича это эко мир это целая серия технологий с помощью которой он видит жизнь на поверхности нашей планеты и за ее пределами с полным воссозданием нашей живой атмосферы для проживания то есть у нас получится возможность в на земле там где наш дом используют только экологические технологии и иметь все необходимое для прекрасной гармоничной сбалансированной жизни и труда развития на нашей планете все вредоносные технологии будут вынесены в ближний космос туда где нету понятия экология где она не может разрушать нас как биосреду нас людей и все остальные виды флору и фауну то есть с подобными технологиями мы сможем в гармонии жить со всей остальной природой не расшатывать ее тем не менее иметь абсолютно все блага которые доступны человеку 21 века и с помощью последних технологий самих сложных и масштабных в которых будут задействованы многие страны с нашего земного шара с помощью этих технологий мы откроем для себя пространство космоса чистой энергетики огромного безграничного пространственного запаса так же как и и запаса материалов потому что у нас полный космос материи а главная проблема чтобы там ваять хорошо это как с поверхности земли преодолевать вот эту живую сферу где у нас кислород до так скажем верхних слоев атмосферы то есть там 200 400 километров от поверхности земли вот это вот пространство в том пространстве уже можно делать абсолютно другие технологии абсолютно другие материалы и это пространство по отношению к первому уровню то есть поверхности нашей планеты она ограничена и именно с помощью технологий анатолий эдуардович и низкого мы сможем эту планету объять разумными технологиями по его расселению 10 миллиардов вообще без проблем смогут жить на нашей планете 10 миллиардов можно поселить даже на одном из полюсов и при этом можно сделать так чтобы у них была комфортная жизнь поэтому дамы и господа прошу вас по исследуйте работы анатолий эдуардович и низкого потому что то что он делает это фантастика превращающиеся в реальность просто невероятными скоростями со скоростью света как и добро как и процветание формула будущего и как струнный транспорт может изменить наш мир выступление великолепное от анатолия эдуардовича в арабских эмиратах на так скажем встречи гитекс где представлялись очень много технологий но то представление которое сделал анатолий эдуардович насчет того как меняется наш мир в цифрах в легких и понятных формулах в фактах и в том как мы компания skyworld комьюнити и технологии анатолий эдуардович и низкого могут изменить ход развития мира в абсолютно другой более позитивный более радостный более здоровый и долгожительный вектор потому что именно с его технологиями продолжительность жизни должна увеличиваться очень серьезно потому что то что он предлагает автоматизирует то что нам не нужно с помощью технологий мы получаем все то что нам необходимо с помощью технологий эко мира и так скажем избавляемся делегируем всю рутинную всю опасную деятельность нашим роботом нашим искусственным интеллектом потому что наши технологии готовы на нас работать а на планете произведено всего гораздо больше чем нужно если разделить все на всех то есть мы подошли к определенному уровню развития нашей цивилизации когда мы берем ответственность за всю нашу планету и нам придется найти наилучшие пути как сделать из этой планеты рай потому что именно в руках людей сейчас находится данная сфера меня зовут артем курбанов раз знакомства с вами я являюсь спикером партнером и инвестором компании skyworld комьюнити я долгое время делаю этот мир лучше сколько себя осознаю и к с каждым разом когда чувствовал свои силы все больше хотелось развернуться на весь мир и когда я начал изучать множество проектов я нашел способ каким способом сейчас развиваются многие люди они подключаются они ищут единомышленников по всей планете с помощью интернета и так скажем нашего 5 5 технологического уклада мы можем с вами собираться вместе в таких вот пространство делиться информацией и делать самое лучшее что мы можем улучшать этот мир как вокруг себя так и давать эти возможности абсолютно другим существам поэтому в наших силах сейчас как никогда раньше действительно менять ход истории человечества что будет развиваться потому что именно народ нас 8 миллиардов человек и именно народ сейчас может заниматься развитием планеты и при этом удовлетворять все основные свои побуждающие факторы то есть даже в одной компании как skyworld комьюнити которая развилась именно от идеи анатолия эдуардовича юницкого который делает наилучшие технологии для действительно достойного проживания человека и всего его окружения на нашей планете потому что все его технологии берегут все живое а компания skyworld комьюнити предоставляет возможность участвовать в этом развитии помогать этому гениальному ученому и его огромные уже команде которые мы вместе собрали для улучшения этого мира поэтому дамы и господа если вам откликается хотя бы один из этих побуждающих факторов прошу вас развивайтесь интересуясь интересуясь тем как развивается данный проект ведь он уже аргументами доказывает свою состоятельность мы заканчиваем 14 этап из 15 более полумиллиона человек разных профессий разных градаций этих профессий проверяли и смотрели рассматривали этот проект как то что может заинтересовать как то что может улучшить мир как то что может принести большую прибыль как то что может приносить дивиденды в течение долгого времени как то что может сделать революцию в мире в лучшую сторону и все эти люди сейчас с нами более полумиллиона человек со всех стран мира объединились не имея общего языка общего менталитета общих ценностей но все-таки мы живем в разных местах для нас разное важно но те общие ценности которые у нас все-таки совпадают побуждают нас из любой точки мира глядя на этого ученого и этот проект увидеть что мы сейчас можем поменять жизнь в наших городах в нашем мире ведь нас 8 миллиардов человек люди сейчас являются одной из самых движущих сил потому что мы влияем больше всех на всю планету чем все другие виды а почему так мы лишь всего один из 12 миллионов видов живых организмов то есть всего лишь одна семья из 12 миллионов семей которые в содружестве живут на этой планете но как есть такое понятие терраформирование создание планеты ее модернизация ее эволюция либо ее изменения то есть мы изменяем окружающую среду наша биосферу то что живое нашими технологиями и к сожалению огромная часть наших технологий подлежит изменению потому что ее необходимо заменить на более экологические на то что можно использовать ведь в чем главная задача наша часть часть наших технологий она делает из каких-то ресурсов то есть для работы и и например двигатель она делает либо из живого неживое биотоплива какое-то я надеюсь просто так скажем разрушает его получая энергию либо из неживого неживое то есть например так какой-то уголь либо еще какие-то субстанции то есть а наша жизнь мы делаем из живого живое то есть то с чем мы связаны той частью чему мы являемся биосфера она не в ней необходимо соблюдать этот баланс развитие взаимозаменяемости то есть движение всего живого на поверхности нашей планеты поэтому часть технологий которыми мы пользуемся и сейчас размноживши до 8 миллиардов человек они невероятно усугубляют положение экологии на нашей планете то есть жить в некоторых городах или даже странах уже невозможно есть страны где невозможно дышать то есть где есть автоматы на улице в котором вы можете купить себе чистого воздуха подышать вдохнуть чистого воздуха за деньги то есть представляете насколько может измениться положение на нашей планете из-за технологий из-за нашего же детища но что очень важно мы не сможем отказаться от этих технологий потому что мы уже без них никуда но по технологиям анатолий эдуардовича единицкого по эко миру мы сможем заменить все необходимое нам на земле для жизни на экологический путь а все вредоносные технологии вынести в ближний космос на нашу орбиту туда где наши некоторые технологии которые нам необходимы не будут вредить всему остальному живому не только человеку не только одному виду 12 миллионам видов живых организмов поэтому вся серия технологий анатолий эдуардовича так скажем требует внимания вашего для изучения чтобы понять что за будущее несет нам этот человек но что мы точно знаем это как развиваются наши технологии ведь технологические уклады они идут все выше и выше наши технологии действительно сейчас способны обеспечить всю планету всем чем им нужно и скорости с которой мы это делаем абсолютно приемлемы только в информационном плане потому что именно информационные технологии сейчас являлись большим трендом большим бизнес направлением который приносил большую прибыль но мы все равно остались физически мы кушаем физическую еду из чего мы и созданы мы дышим физическим воздухом мы перемещаем грузы физически и поэтому от этого мы никуда не уйдем если мы будем развивать только информационные технологии как в пятом технологическом укладе то мы превратимся в роботов зомби которые будут подключены к своим компьютерам и им не нужно будет двигаться они будут жить какой-то виртуальной среде ну если мы перестанем развивать физику и продолжим развивать в упор так скажем механику и компьютеризацию роботизацию и программирование то есть в любом случае сейчас нам необходимо быстро двигаться мы перемещаем гигабайты за секунды деньги переводим за секунду звоним на другой континент с противоположной стороной шара по видеосвязи разговариваем все что связано с информацией происходит очень быстро но перемещение грузов и пассажиров это сейчас одна из важнейших вещей как ускорить наше положение в мире и как сохранить баланс жизни на нашей планете потому что это самая большая катастрофа наши виды транспорта сейчас они забирают невероятное количество жизни только автотранспорт забирает полтора миллиона жизней в год и более 10 миллионов делает инвалидами и то насколько перегружены сейчас наши города не дают больше пользы нашей технологии связанные с передвижением потому что они слишком медленные с учетом таких загрузов и слишком много вреда от двигателей внутреннего сгорания сейчас происходит огромная переработка этой ситуации в наилучший способ и именно наши струнные технологии 2 уровня будут являться этой этим стартом стартом революционным стартом в инновационных экологических технологиях которые обозначат шестой технологический уклад когда наш мир пойдет с абсолютно новой скоростью экологии пониманием потому что анатолий эдуардович изобрел всю серию технологий которые есть даже здесь и электроэнергии и вакуумные окна и здания которые сами себе обеспечивают дома эко-дома эко-поселение линейные города гумус оплодотворение почвы и многое-многое другое стоит только поизучать этого генивального ученого который за свою жизнь смог сделать так много добра во благо не только человека обращаю ваше внимание во благо всего живого на нашей планете это компании которые сделали мир который мы знаем сейчас посмотрите пожалуйста на них огромная капитализация потрясающие дивиденды но это пятый технологический уклад интернет виртуальной реальности гаджеты конечно все это было необходимо людям но люди изначально об этом не знали им никто не сообщил что это будет важно что это будет нужно просто кто-то понимал что за этим будущее и это все развивалась как сейчас не было тогда у них возможности собраться в одном месте в одном доме так скажем то есть вы находясь у себя дома я находясь у себя дома мы можем собраться в одном виртуальном пространстве посидеть пообщаться вы можете задать свои вопросы и проверю как раз чатик если вы тут поставьте хотя бы какие-то ваши реакции приветствую вас с наступающим новым годом это есть у нас сейчас есть возможность общаться мир объединился мир объединился для того чтобы делать потрясающие вещи и народное финансирование и подобные проекты как струнный транспорт второго уровня анатолия эдуардовича и низкого это как раз то доказательство как люди сейчас могут менять происходящее на нашей планете и дамы и господа даже при этой капитализации как у алибабы например 100 долларов компания кусочек который стоит 100 100 долларов через 18 лет тот же самый кусочек компании вырос в миллион семьсот восемьдесят две с половиной тысячи то есть представляете насколько серьезное развитие дается тому что действительно нужно человеку а скоростное перемещение нужно всему человечеству тем более что это будет безопасный полностью автоматизировано то что лучше всего экономичнее всего интегрируется куда угодно самое безопасное самое инновационное самое скоростное самое полезное поэтому та технология который мы развиваем сегодня и который вы сегодня услышите это гораздо больше чем те компании это капитализация которую вы видите даже при том что они получали дивиденды каждый год как и в нашей компании все совладельцы абсолютно будут получать дивиденды за каждый созданный адресный проект за каждую трассу каждый проданный километр каждое проданное транспортное средство и все в общем потому что перед вами не просто концепция перед вами технология которая практически наверное уже на 90 процентов реализована и сертифицирована перед вами не рисунки и чертежи перед вами конкретные фотографии и сегодня будет гораздо больше технологии которая врывается в наш мир двадцать первого века с наиразумнейшей технологии перемещения грузов и пассажиров и так не часто бывает но бразды правления и все так скажем вознаграждение за развитие этой прекрасной идеи этой необходимости на нашей планете ляжет на плечи именно народу потому что именно народ создал и довел данный этап до данный проект до 15 этапа развития и именно эти люди и будут получать дивиденды и огромную капитализацию с реализации подобных технологий поэтому дамы и господа если раньше до появления интернета мы не могли сказать что мы действительно можем изменить мир но что я сделаю в плане глобальным не локально то теперь мы действительно делаем это причем не то что можем сделать мы делаем это и делаем это успешно посмотрите на эти прекрасные транспортные средства перед вами целая можно сказать серия на четырех из них я катался лично пробовал собственным телом мы создали новый новую транспортную отрасль по потенциалу не уступающие таким отраслям как авиационная железнодорожная либо автодорожная то есть мы создали транспортную инфраструктуру которая превозвышает все характеристики по сравнению с другими то есть у нее все лучше чем у других транспортных средств при том что это абсолютно экологическая технология и она не будет ввести нести вреда не нашей флоре не нашей фауне не самому человеку полностью безопасно так скажем наши лучшие технологии закрывающие технологии то есть это тех тех на автоматизированные технологии которые работают самостоятельно мы можем их запрограммировать с помощью алгоритмов наши роботы с помощью искусственного интеллекта вот этих алгоритмов могут делать то что нам нужно тогда когда нам нужно самостоятельно без человеческого фактора и с помощью подобных технологий мы можем сделать абсолютно новый, более удобный для создания мир, для жизни, для творцов. Мы же с вами творцы. Нам необходимо время и пространство для того, чтобы творить. И именно вводя такой транспорт, мы сможем больше это делать. А дальше, я думаю, после того, как эта технология буквально чуть-чуть осталась, прогремит 15 этап, и мы докажем, что такой способ финансирования работает, способ развития инновационных экологических технологий с помощью народа на нашей планете, со всех стран. Как только мы это докажем, что это работает, у нас пойдут целые серии технологий, целые серии заводов по получению электроэнергии, гумуса, по получению подобной продукции транспорта, экодомов. То есть мы сможем с вами стать частью развития нашей планеты. Потому что она же живая, она же дошла до того, чтобы на ней развились такие существа, как человек, как человечество. И в данный момент я считаю, что с помощью Анатолия Эдуардовича, который с одной стороны, кажется, родился как будто не в свое время, а с другой стороны, ну а когда, если не сейчас, настолько крепкому и сильному существу родиться, изобрести это во благо всего живого, не только себя, не то, что себя, не только человечество, а настолько широко мыслит данный человек, что он сделал эти технологии ради всего живого. И первое, и самое актуальное из них, это именно транспорт. Потому что именно транспорт сможет освободить просторы планеты Земля, сможет и дать нам, людям, ту технологию перевозок, транспортную, которая сможет сообщить, связать, можно сказать, весь мир между собой, все страны между собой, все города между собой, и сделать действительно безопасный, быстрый и инновационный вид перемещения. Это невероятно важно, дамы и господа, и это касается каждого. Даже если вы не пользуетесь практически никаким транспортом, вы не автоводитель, вы все равно участвуете в том, что происходит в мире. У нас замкнутая система, вы дышите воздухом, который портится от использования миллиардов двигателей внутреннего сгорания, и это необходимо изменить. Мы все равно участвуем, мы ходим по первому уровню, а это самый опасный уровень с учетом транспорта, железнодорожного, нашего городского, там, трамваев, троллейбусов, либо автодорожного, самого опасного. То есть, это касается каждого, как ни крути, и только люди смогут изменить это положение. Потому что только люди заинтересованы в этом транспорте. Представьте, что у кого-то уже работающий бизнес традиционного транспорта, он хоть не отвечает экологическим каким-то уровнем, и они как-то это дело заминают, скрывают, но главная задача-то, почему они хотят менять что-то, потому что это огромные вложения потери прибыли, это чей-то бизнес. И кто-то не хочет терять свой бизнес, поэтому с таким скрежетом и искрами проходят инновационные экологические технологии, которые заменяют, так скажем, разменивают наши нефтиэру. Потому что сейчас энергетика одна была, и сейчас она переходит в абсолютно новую. Потому что представляете, Норвегия, там до 70% доходит использование электромашин уже сейчас. То есть до 30-го года у нас часть мира, можно сказать, перейдет на электродвигатели, электромашины, и нам станет уже почище, но какая опасность останется на первом уровне. Юницкий же Анатолий Эдуардович предлагает абсолютно новую реальность, абсолютно новую возможность сделать этот мир действительно полезным, хорошим и так скажем сделать его безопасным для всего живого на нашей планете. Именно с помощью такой философии, которая у нас происходит с развитием и технологии Анатолия Эдуардовича, именно с помощью технологий, которые были взяты с учетом природы и законов. Потому что Анатолий Эдуардович это тот ученый, который всю жизнь свою уделил науке и сейчас делает именно ту работу как человечеству проживать на нашей планете с помощью нашего детища технологий на чтобы мы развивались и никак друг другу не мешали, чтобы мы друг друга не разрушали, а наоборот помогали использовать все, что нам дает эта прекрасная жизнь и эта прекрасная природа как часть нашей прекрасной земли. поэтому все технологии, которые предлагает Анатолий Эдуардович в программе ЭкуМир, они не то, что на десятки, на сотни лет вперед дают вектор развития всему человечеству, как мы можем создать рай на нашей планете. Потому что это действительно возможно сделать, дамы и господа. я видел рай уже на нашей планете, там, где много фруктов, овощей, цветов, все цветет вокруг, все технологии подстроены под то, что у нас есть, под солнце, ветер, геотермальную энергию. То есть мы можем использовать все наши знания, наших роботов, наши искусственные интеллекты сейчас с учетом всех ресурсов для того, чтобы и 8, и 9, и 10 миллиардов человек жили припевающе на нашей прекрасной планете. И именно этот человек создает этот самый оптимальный, эффективный и безопасный технологический мир. Потому что он инженер, он конструктор, он действительно берет и создает. И этот человек не просто появился из ниоткуда, у него потрясающая биография в целую жизнь, когда он изучал, изобретал, в итоге сделал более 150 изобретений, более 20 монографий, нескольких грантов ООН. И сейчас он продвигает один из самых крупных проектов в истории человечества, интеллектуальная собственность которого оценена более чем в 400 миллиардов долларов. То есть перед вами действительно гений нашего времени. Леонардо да Винчи 21 и 20 века, который всю свою жизнь уделил тому, чтобы мы не дошли до точки невозврата, когда мы раскачаем экологию нашей планеты до того, что нас планета просто сотрет как болезнь, которая ее разрушает, высасывает ее недра и так далее. Этот человек делает все до того, чтобы мы отсрочили и не дошли до этой точки невозврата. Откинули ее так далеко, чтобы даже не увидели. То есть научиться, как не травмировать наш прекрасный зеленый дом. Голубой дом. Голубо-зеленый дом. С множеством зелени, морей и океанов. С множеством живых существ. Потрясающей флоры и фауны. И именно этот дом это наш общий дом. и наша задача сделать так, чтобы он остался в прекрасном состоянии. Чтобы он стал лучше, чем был до нас. Потому что таким способом мы будем передавать этот райский сад нашим будущим поколениям. Мы создали огромные возможности люди вот этих полмиллиона человек создали возможности для гениального ученого и потрясающей команды около тысячи человек, которые собрал этот гениальный ученый за время проекта, чтобы создать потрясающую сильную компанию с потрясающей инженерной школой, где есть множество робототехников, айтишников, программистов, инженеров, которые могут создавать не только сами электромобили, но и всю инфраструктуру, которая для этого необходима. Потому что расширение данной компании пойдет во все направления. Ведь Анатолий Эдуардович проработал очень много за последних 40 лет. И в данный момент мы уже владеем этими штатами, этим огромным количеством высокогласных специалистов. Тремя заводами с потрясающим производством, с фантастическим станочным парком. Он действительно один из лучших в Белоруссии. и те станки, которые там находятся, некоторые по полмиллиона долларов. То есть, мы производим продукцию, числе не космического уровня, но именно для поверхности нашей Земли, для второго уровня, для того, чтобы перевести человечество в новый вид перемещения и жизни в наших существующих городах и новых. Хочу обратить ваше внимание, что даже в существующих городах эта технология придет на помощь и сделает невероятные изменения в том, насколько эффективны мы можем быть в наших городах. Но, конечно же, все это делается ради четких целей. И эти цели были проставлены в бизнес-плане и в краудинвестинском плане. То есть, что необходимо сделать для того, чтобы данную технологию по всем законодательствам, со всеми бумажками можно было делать в той или иной стране, в том или ином регионе. Именно с помощью подобных сертификаций. То есть, сначала все это строится, это испытывается, это демонстрируется, дальше это сертифицируется, и после этого мы это можем строить. То есть, наши первые адресные проекты, которые уже, дамы и господа, строятся на нашей планете, они уже строятся по имеющимся сертификатам, потому что некоторые не захотели ждать завершения проекта, они уже сейчас хотят то, что есть, потому что это самый инновационный вид транспорта, который невероятно изменит экономику региона, в котором он будет построен. И поэтому очень-очень ждут сертификаты не только совладельцы данной компании, но и те, которые, те представители разных стран, которые понимают перспективы, куда приведет их регион или их страну, такая технология, как струнный транспорт. Поэтому сертификация, это главная задача всего проекта, это главная задача всех сбора финансов, для того, чтобы строить этот транспорт, эту технологию абсолютно в любых уголках нашей планеты помочь даже самым-самым слабым финансовым странам иметь самую эффективную по своим характеристикам транспортную систему. И у Анатолия Эдуардовича это получится, потому что в его логике то, как он развивает данную технологию, то, как он будет развивать этот пассажирский и грузовой транспорт в данных регионах, мы сможем построить очень быстро эти трассы в разных уголках, потому что их стоимость будет гораздо ниже, чем, так скажем, традиционные виды транспорта. Меньше ресурсов надо, лучшая логистика, лучшее использование материалов, меньше времени на установку, меньше трат на эксплуатационные расходы. То есть Анатолий Эдуардович за последние несколько десятилетий просто на ура до лучших характеристик, так скажем, модернизировал данную технологию и продолжает это делать. Даже то, что сейчас какой-то год девятнадцатый, двадцатый, вы сами понимаете, почему были такие паузные, наше физическое перемещение, развитие нашей планеты, разных предприятий, обмен, он остановился. Но даже при этом наша компания двигается вперед и сейчас мы будем представлять уже пятое поколение транспорта. Самое, можно сказать, что не наезд наивысшего качества, самые передовые технологии будут участвовать в этих транспортных средствах и транспортных трассах. Стоит только следить, дамы и господа, за новостями, которые вы можете найти на сайте компании SkyWorld Community. new.skyway.capital Если вы зайдете либо, например, на сайт Анатолий, точнее Unitsky.inginer Unitsky.inginer это еще один сайт, где вы сможете просмотреть множество информации о его работе и его технологиях. Ну, либо посетить сайты один салон продаж это Unitsky.com Unitsky.com Unitsky.initsky и UST.ing Это один из последних самых новых обновленных сайтов. Вы будете потрясены тому, как они сделаны, как народ создал настолько глобальную, настолько глобальная возможность изменения этого мира в лучшую столу, тем более, что он будет владеть всеми этими технологиями. Дамы и господа, мы создали с вами, уже создали, то есть, то, что вы видите на экране уже есть в железе, это уже создано, это уже испытано, продемонстрировано, просертифицировано. И еще в восемнадцатом году я ездил в Берлин на Innotrans 2018, чтобы представлять и быть, так скажем, видеооператором на данной выставке, потому что это раз в два года происходит фурор в транспортной отрасли и дамы и господа, из трех тысяч стендов. 183 тысячи квадратных метров, 160 тысяч человек, все, мне кажется, прошли мимо нашего стенда, потому что у нас все время, все четыре дня было столпотворение, мы один из сорока самых, так скажем, привлекательных и интересующих других людей мест были, это именно наши струнные, наши транспорты струнного типа, потому что это действительно ноу-хау, остальное ничего не особо не инновационное, ну где-то добавили вай-фай, ну где-то не знаю, там какие-то дополнения небольшие, то есть в общем целом не меняется суть жизни, но здесь с этими автоматизированными крошками мы сможем перемещаться по всей планете и мы будем в это время свободны, хотим общаемся с друзьями, хотим работать, хотим учимся, хотим дремлем, хотим наслаждаемся в окошко на высоте практически птичьего полета красотами нашей прекрасной природы и все это в две тысячи раз безопаснее чем автотранспорт и причем настолько гибкая технология под каждой задачей под каждую задачу можно сказать Анатолий Эдуардович изобрел свой подход например решение последнего километра самые маленькие деревеньки где 50-100 200 человек например может исполняться такой транспорт в исполнении колтюбинговой трубы провисающая трасса может быть до двух тысяч метров между опорами представьте сейчас уже 400 при том что мы еще не закончили просто проект а представьте хотя бы десятилетия будет развиваться наша компания это будет тысячи километров между опорами транспорт сможет передвигаться при этом все пространство первого уровня будет свободно никакой аварийности полная безопасность и полная экологичность именно к таким вот кажется с одной стороны невероятным характеристикам стремился Анатолий Эдуардович но он их и достиг юникар юнибус более масштабные транспортные средства которые могут работать уже в маленьких городах чтобы больший пассажиропоток так скажем вывозить либо здесь у нас 48 мест и могут быть составные транспортные средства хоть например 8 транспортных средств по 25 человек вместе и получится 200 местный поезд и такие способы конечно же на разных трассах будут реализовываться но это все создано дамы и господа и особенно есть уже транспорт наш скоростной с передвижением до 600 километров в час я думаю это многие ждут этого в таком распространении потому что насколько экономично будет ездить на таком транспорте и насколько быстро это все заслуга людей заслуга людей которым не которым есть дело до того что происходит с нашим миром с нашей планетой с нашими странами для того что до того кому есть дело что мы оставим нашим будущим поколениям и транспортные технологии это одна из самых актуальней технологии которые сейчас необходимо изменить на нашей планете для ее здоровья для здоровья людей для благосостояния для увеличения скорости для того чтобы решить множество проблем и также для нас с вами как для народа как получить вознаграждение за то что мы занимаемся нашим миром то есть компания skyworld community это та компания которая сейчас 21 веке в такое непростое время дает возможность абсолютно любому человеку занимаясь созидательной деятельностью творить создавать новые технологии создавать заводы создавать производство то что действительно физическом мире эквивалентно не какие-то криптовалюты не какие-то коды писать либо какие-то программы а то что можно потрогать то что может принести в этом физической реальности в физическом мире большую пользу это пассажиры перевозки и грузоперевозки и это является дамы и господа самым крупным бизнесом помните тех шесть компаний которые создали пятый технологический уклад они будут меньше по капитализации по прибыли чем транспортная инфраструктура нового типа которая осядет на нашей планете на сотни лет потому что технически без появления каких-то супер новых технологий перемещение будет именно такое если вы рассмотрите фильмы анатолий эдуардович он четко в деталях описывает что значит переместить что-то груз или пассажира из точки а в точку б что происходит с энергиями что происходит с разгонами как происходит передвижение спрошь нашу среду то есть он изучил этот вопрос вдоль и поперек и создал лучший вид перемещения и именно поэтому это самый уникальный инновационный но при этом от того насколько он все продумал и сделал просто это самый экономичный вид транспорта и грузоперевозки которые будут под началом народа то есть именно народ будет владеть большинством грузоперевозок за 21 век мы можем забрать сначала в помощь а потом на себя более 50% транспортного рынка всего и перевозить не только пассажиров но и конечно грузы которые и дают такую большую прибыль ведь с помощью таких вот юнитраков мы сможем перевозить любые штучные сыпучие или жидкие грузы для разработок месторождений куда нельзя построить железную дорогу либо автотранспорт пустить юниконты это наши транспортные средства которые смогут перевозить контейнеры любого типа абсолютно любого любого вес до 60 тонн если не ошибаюсь сейчас дальше раньше было до 50 сейчас до 60 то есть например я думаю где-то около 45 40 тонн веса контейнера 20-40 футовый то есть то те грузы которые перевозят сейчас мы просто переймом на себя грузоперевозки при том что они станут гораздо быстрее гораздо более безопаснее и намного экономичнее потому что мы представляем сейчас перевозку одной тонны ну скажем 100 тонн на 1 километр подождите сейчас скажу 1 доллар за 100 тонн на километр 1 доллар платится за то чтобы 100 тонн груза перевезли на 1 километр это феноменальная цена для грузоперевоза но также есть и для месторождений вот такой длинный юнитрак то есть скажем в общем целом юницкий разработал настолько обширные способы развития его технологий чтобы они были экологические что стоит только поизучать на его сайте юнискае точка инженер потому что у него есть и для авиации сейчас пока она еще есть как строить так скажем пути по которым они взлетают и приземляются наши порты как можно переместить порт на шельф моря где есть прямая основа еще но не близко к суше потому что не нужно будут огромными затратами так скажем терять средства и ресурсы чтобы вырыть огромные котлованы и укрепить их там где суша должна быть соприкасаема с глубиной воды чтобы большие транспорты могли проходить мы можем сделать это в каком-то расстоянии от берега на подобных портах где груз корабля будет ставиться на юниконт в которой уже заложена программа куда он должен направиться и с помощью под таких путей груз автоматически будет направляться его только поставили а он поехал во францию другой груз поставили в германию поехал третий груз поставили он в латвию поехал из португалии то есть подобным образом можно будет устроить наши порты и это будет супер инновационно полезно удобно потому что Анатолий Эдуард Эдуард делает все для удобства проживания людей на этой прекрасной планете и сохранения развития чтобы она продолжала цвести вместе с нами а мы продолжали цвести вместе с ней и этой философией пропитаны все технологии Анатолия Эдуард еще далее его работа по линейным городам в котором очень была заинтересована и Арабские Эмираты еще до 15 года если вы зайдете в гугл набьете Абу-Даби линейный город Юницкий 2015 год он у вас выдаст pdf файл в котором есть прям расписание скажем маленький превью проекта в линейного города в Арабских Эмиратах что можно сделать и я встречал лично людей в Арабских Эмиратах которые были на выставке где представляли подобные технологии от Анатолия Эдуардовича поэтому то что он делает он делает уже давно но сейчас именно костяк людей которые чувствуют свою силу чувствуют свою ответственность за происходящее на нашей планете эти люди объединяются для того чтобы помочь Анатолию Эдуардовичу закончить первый из проектов успешно как мы сейчас идем и продолжить следующие проекты поэтому дамы и господа вы будете шокированы и удивлены почему об этом не говорят по радио на телефонах почему об этом не пишут в газетах хотя сейчас если вы зайдете на сайт компании Skyworld Community вы увидите уже очень много о нас в СМИ Южная Америка и Северная Африка Индонезия Европа и Азия везде уже говорят о нашем струнном транспорте потому что он делает огромное изменение и огромные дает возможности абсолютно для любого человека именно с помощью подобных технологий мы сможем расселиться по всему миру нам всем всего будет хватать наши возобновляемые энергетика будет полностью удовлетворять все потребности человечества потому что технология энергетики работает и изобретена у Анатолия Эдуардовича так скажем нам нужно только ее воплотить в жизнь так скажем но это будет уже в ближайшие годы я был в сентябре на 5 конференции по безракетному освоению космоса и там представитель который работает с Анатолием Эдуардович сказал что уже в ближайший год они будут строить электростанцию по экологическим технологиям Анатолия Эдуардовича и мы увидим насколько это полезно при том что на выходе будет кроме электричества плодородный гумус который мы сможем по этим же трассам которые будут состоять так скажем струны корпус рельса специальный наполнитель специальная технология и стальная головка по которым идет стальное стальное колесо с самым высоким коэффициентом полезного действия в 98 и можно сказать 99 почти процентов и вот там где будут проходить эти транспортные средства мы там же и сможем перевозить сразу наши технологии привозить гумус убирать асфальт который заполонен так скажем наша поверхность планеты которая мертва сейчас не дает ни плодов ни кислорода но мы сможем поднять ее и с помощью гумуса восстановить ее даже восстановить пустыни то есть технологии Анатолия Эдуардовича нацелены на помощь нашей планете на помощь человеку удовлетворения его всех нужд но не ценой потери процветания всего живого на нашей планете и это у него прекрасно получается он сделал огромную серию технологий каждая из технологий очень гибкая как наш например транспорт то есть есть разные виды трасс разные виды транспорта и для горных местностей и для тяжелого транспорта и для огромного пассажиропотока и подвесные и навесные и полужесткие и привисающие и все это еще абсолютно снимается с головы и плеч людей потому что все это работает с помощью систем с помощью компьютеров роботов искусственного интеллекта транспорт и наши роботы искусственный интеллект наконец-то начнут в таком масштабе как предлагает Анатолий Эдуардович помогать и забирать нас лишнюю работу опасную работу рутинную работу там где мы не нужны чтобы освободить нам время с помощью подобного транспорта даже одной технологии которые мы внедрим мы изменим проживание на всей планете хотя по факту мы делаем электромобили но то все детали которые улучшил в нем Анатолий Эдуардович сделали его настолько полезным что он на втором уровне что он освобождает планету Земля что он полностью экологичный что он потрясающе быстрый что потрясающая логистика его можно установить где угодно то есть интеграция подобного транспорта мы сможем расселиться по всей планете с помощью подобных технологий и эти технологии позволят нам вывести на абсолютно новый безопасный и эффективный уровень жизни человека как в наших городах так и между ними около 250 датчиков которые будут поддерживать безопасность и комфорт груза или пассажира в таком даже в самом маленьком средстве установлено а наружное машинное зрение не позволит случиться ни одному происшествию также полная безопасность еще раз повторю в 2000 раз выше чем у автотранспорта поэтому перед вами будущее будущее которое будет пользоваться сам народ именно только сам народ может хочет и сможет как мы сейчас видим реализовать самый эффективный самый экономичный самый скоростной самый экологичный самый легко интегрируемый транспорт в истории человечества и это дамы и господа наша с вами награда то что мы живем такое время и можем сделать этот мир настолько лучше безопаснее красивее потому что это действительно наше но и напоследок я бы хотел чтобы вы посмотрели на эту фотографию представляете когда в наших городах можно будет спокойно передвигаться где угодно наши дети смогут бегать беспрепятственно по нашим улицам и огромные части города вообще не будут никак связаны с перемещением транспорта и какой-либо опасностью на первом уровне наши города станут чище в наших городах сможет процветать жизнь флора и фауна наши города смогут давать плоды даже на улицах этих городов ведь представляете если мы убираем заводы которые дымят внутри города и автомобили с двигателем внутреннего сгорания прямо где мы ходим с вами между зданий могут расти плодовые растения фрукты овощи ягоды и мы будем абсолютно спокойно их употреблять потому что они чистые они выросли в чистой среде то есть представляете какие-то небольшое изменение такое как транспортная инфраструктура может принести потрясающие просто невероятные изменения во всю планету и этим могут управлять только люди если кто-то сделает из коммерции данный проект завершит как когда-то предлагали Анатолий Эдуардович но он всегда отказывался потому что понимал что люди должны владеть подобными технологиями нельзя отдавать 51% кому-то у кого есть деньги потому что эта самая экономичная технология станет самой дорогостоящей потому что у него наилучшие показатели и характеристики поэтому Анатолий Эдуардович сделал наилучший выбор и сделал все для того чтобы этой технологией владели именно люди таким способом мы сможем расселиться абсолютно по всей планете абсолютно любой уголочек нашей планеты станет нам доступен ведь внутри подобной трассы как вы видите бриллисовой фермы есть все там есть и электроэнергетика и информация и транспорт три инфраструктуры которые мы сможем развивать с помощью компаний skyworld комьюнити поэтому дамы и господа у каждого человека есть время чтобы уделить для того чтобы понимать что происходит в нашем мире куда нам двигаться дальше какой мир мы хотим оставить дальше после нас не хоть поток после нас будут наши дети и внуки после нас будут будущие поколения прекрасных людей которые достойны жизни так давайте сделаем мир в котором действительно хочется родиться ведь это наша возможность и сейчас мы на пороге 15 этапа дамы и господа аргументов для того чтобы помочь данному ученому данной технологии данному сообществу с полумиллионом человек внутри аргументов хватает но каждый человек должен решить это сам поэтому я прошу вас поделитесь данной встречи записью так скажем на ютубе каналами skyworld community и анатолий юницкий поделитесь этим этой встречей либо приглашайте завтра с 8 до 9 вечера чтобы каждый человек мог иметь хотя бы небольшое количество аргументов чтобы принять собственное решение как такое детище поддержать либо по какой-либо причине с учетом всех аргументов пройти мимо но у каждого должен быть свой выбор поэтому пожалуйста любому и каждому человеку которого вы знаете хотя бы один раз расскажите о данной технологии и я уверен что нашими успехами уже в самое ближайшее время мы завершим эту технологию продолжим строить эко-дома линейные города эко-поселения и наши космические технологии с помощью которых выйдем на абсолютно новый уровень это все возможно именно с нашей помощью а пока с вами был Артем Курбанов из города Долговпилс из Латвии я желаю вам всех всем приятных праздников будьте со своими друзьями близкими любимыми обнимайтесь целуйтесь желайте лучшего и творите добро а с вами была компания Skyworld Community которая поможет вам делать этот мир лучше и помогает вам делать это каждый год поэтому добро пожаловать you're welcome и благодарю вас за все внимание которое вы проявили потому что куда направлено внимание человека то и растет благодарю вас будьте здоровы и помните как говорит Анатолий Эдуардович мы получили эту планету не в наследство от наших родителей мы взяли ее взаймы у наших детей так давайте оставим им лучшее место для жизни и процветания будьте здоровы дамы и господа с новым годом улыбок